да да дмитрий евгеньевич здравствуйте день добрый утро доброе дмитрий евгеньевич меня зовут аэлита алексеевна звонишь и делаю до судебного регулирования компании феникс а дмитрий евгеньевич а в чем причина неоплата кредитного долга я не хочу оплачивать а чужими деньгами хотели пользоваться да нормально вполне можно повторить вы хотите пойти по статье уголовной да как машине одно вас психиатру сводить головку проверить да на каком основании ну примерно выходить меня по уголовной статье сводить именно его его на но смотрите а представляете вот приходите вы в суд сообщаете что вы мошенник да судья открывает дело и что он видит человек взял в банке 100 тысяч отдал 200 с него требует еще 100 и он мошенник взял 100 отдал 200 он мошенник с вами себя услышите но если бы вы закрыли свой долг вам бы предоставили справку о том что о каком мошенничестве речь идет вообще дмитрий евгеньевич еще раз если бы вы закрыли свой кредитный долг вам банк должен был предоставить справку о закрытии счета и уже вам звонили бы не по поводу вашей задолженности а предлагали бы новые кредиты и что вы мне сказали что я пойду по уголовной статье я вам объяснил почему вам стоит сказать обходить к психиатру вы мне вдруг какую-то справку лечите вы же утверждаете что вы оплатили свой кредит я я вам сообщил что я взял в банке 100 тысяч отдал 200 то что мне там банки еще рисуют такие суммы это проблема банка а я комошенничество такой ситуации можете речь для себя взял 200 и не отдал бы ни копейки вот тут еще можно было бы хоть как-то с надежкой о чем договорить я вижу что вы якобы говорили что судебное решение вот как как вы его вынесли так я его отменил когда она была а вас нету этой информации не лучше вы проверьте давайте давайте поработайте с утра отрабатывайте денежку маленькую сколько нам платят за звоночек сейчас рублей сто сто пятьдесят за что за звонок такой это вам интересно что что вы хотите устроиться охститесь знаете честно я я лучше пойду проституткой на трассу чем коллектор вот серьезно что плохого в этой профессии что плохого в профессии коллектор что плохого быть телефонным попрошайкой мы что-то требуем сверхъестественное вы требуете вы понимаете вы требуете во-первых незаконное во вторых необоснованное в третьих вы реально портите людям жизнь многих людей вы петлю загнали кто-то кто-то с окон бросается кто-то в петлю залазит по вашей милости нет по своей потому что наберут кредиты а потом не знаю как их оплатить да и мы выходят виноваты да то что взяли они кредит а своих способностях как бы не рассчитали люди рассчитывали свои способности только извините когда у банка кабальные проценты кабальные договора они пользуются пользуются человеческой безграмотностью для скажем так чтобы объяснить что я прав объясняю вам одну ситуацию произошедшую лично с моим товарищем банк теньков что называется навязал ему свою карточку возьмите возьмите потом активируйте активируйте ну херцами давайте активирую человек с карты не снял ни копейки вообще он у банка не взял ни копейки не платил просто кину ее в угол и все она лежала снились деньги за годовое обслуживание снялся штраф за не выплату этого годового обслуживания пошли на эту сумму процента спустя пять месяцев банки ков заявил что человек не взявший у банка ни копейки должен ему 7000 и начали звонки от банка теньков ежедневные 5-7 раз в день с требованиями обладать долг обещаниями судов и прочего скажите это нормальный поступок нормальных людей абсолютно вот понимаете там даже если посмотреть по выписке он даже заказывал себе выписку по счету там нету вообще что он идет это списание годового обслуживания это денег 0 покупки 0 и он должен банку 7 или 8 тысяч рублей и такие суки из коллекторского агентства феникс будут человеку жизнь портить угрожая уголовными статьями только понимаете в чем разница он молодой здоровый мужик он на вас хер клал он вас не боится а вот если вот так вот хорошенечко трухануть женщину лет пятидесяти еще и знаете знаете не дай бог там она когда-то мужа потеряла или детей потеряла у нее с нерешкой не все в порядке вот если ее так трухануть позвонит вот такая же как вы в восемь утра там ну хорошо даже в 9 на 4 уголовные статьи рассказывать судами угрожать что женщина может сделать правильно во первых мы не угрожаем а то есть вы считаете когда человеку что он сядет по уголовной статье это не угроза да это обещание дороже это вы в считается по закону по сути подумать если вот вы женщине лет пятидесяти скажете что она на зону сядет как вы думаете как она вас примет как обещание путевки в санаторий или сути как угрозу ну я думаю что задумается о том что пора закрывать свой кредит чтобы да а если она реально денег не брала за что она должна платить или она взяла денег отдала в два раза больше чем взяла дмитрий евгеньевич у нас существует специально органы если ты не брал кредит соответственно идешь и заводишь уголовное дело соответственно что знаешь кто-то воспользовался ее деньгами и она я вам только что пояснил ситуацию с товарищем на основании понятия на основании чего он должен завести уголовное дело понятие по закону по сути банк прав что якобы там где-то в договоре пункта 12.28.57.2 указано что банк правит список за годовое обслуживание то есть по договору якобы он прав вы подумайте по здравому смыслу человек не взял в банке ни копейки ему до рука что называется навязали принесли на работу потом звонили по 5 раз в день активируйте активируйте по сути он в банке не взял ни копейки и он взял ее и активировал подтвердил свои данные и да в чем причина теперь проблемы проблема в том проблема в том что он в банке не взял ни копейки услышьте вы подумайте чуть-чуть головой своей я все понимаю что он зато согласился с условием договора да какая хура не зачем он там согласился он не взял в банке ни копейки во первых мы разговариваем не по другим людям а по вашему кредитному долгу так вот вы меня спрашивали почему лучше быть проституткой на трассе чем коллектором потому что проститутка хотя бы осознанно продает себя за нормальные деньги вы продаете что за вас за свою душу и свою совесть и за копейки вы не боитесь вообще маме сказать мама я коллектор не боитесь своей маме сказать нет она суть работы мы и знают и знают как мы работаем а и знают то есть все вот события которые у нас были когда там семью с ребенком за малыми сожгли когда девочка в Питере вытянула здесь сядут в этаже маленький ребенок и по вашей милости вы не путайте мелкие коллекторские агентства которые какая хрен разница понимаете как сказал наш президент в сортах говна не разбираюсь вот тоже самое здесь коллектор есть плохие люди везде вы заметили ваша профессия вообще чье имя носят вообще что по определению что вообще что такое коллектор коллектор это канализация где у нас черепашки ниндзя жили в коллекторе во первых мы не коллекторы мы операторы по долгам соответственно федеральном законе оператор кто у нас вы себя еще относите к оператору личных данных в соответствии со 152 мфсс да именно так именно так хорошо товарищ оператор тогда поясните мне почему вы нарушаете пункт статью 8 пункт 3 152 федерального закона о личных и персональных данных ну вот давайте для начала вы персональные данные сейчас просила вы мои уже вы мои уже разглашили разгласили ваши разгласили да вы вы удостоверились моей личности во первых дмитрий евгеньевич когда оформлял кредитный договор там был указан пункт о том что если дмитрий евгеньевич будет делать просрочно так стоп 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 мы сейчас говорим про ваша права как оператора соответственно со 152 федеральным законом там четко указано что оператор обязан право да не имеет право а обязан провести верификацию данных для этой цели служит ряд контрольных вопросов один или несколько в частности фамилия дата рождения адрес прописки фамилия жены имя ребенка контрольное слово и так далее скажите пожалуйста вы это сделали в начале разговора во первых дмитрий евгеньевич ответил что это он это не является верификации я могу я могу представиться министром обороны но во первых дмитрий евгеньевич не дает мне слова даже ставить он философствует и рассказывает о каких-то мне неизвестными людях во вторых на данный момент когда я спросила по поводу кредитной задолженности дмитрий евгеньевич не отказался от этой кредитной задолженности сказал что да у него имеется кредит только он не согласен с тем что он уже выплатил а ему опять что-то там начислили это уже второй раз да подтверждающий факт что вы именно нет ничего подобного мы с вами философствовали абсолютно общая тема я вам не говорил что я дмитрий евгеньевич не вижу смысла больше с вами разговаривать дело передается в суд чего так как только выясняется что оказывается вы нас сами законы нарушаете первое да сразу с вами больше не о чем разговаривать да процедуру верификации данных вы не провели это процедура четко определена законом как это должно быть не так как какая там операторша ее представляет себе это четко прописано в законе хорошо давайте сверим ваш адрес регистрации а нет уже мы ничего сверять не будем спустя сколько мы там уже проговорили мы во первых по именно по вашему делу еще не разговаривали если вы не заметили а разговариваем мы 12 минут 34 секунды да 12 минут 34 секунды мы разговариваем и вы тут уже решили когда вы мне тут много чего рассказали интересного я вам ничего не рассказывала ну конечно конечно вы решили вдруг сверить личные данные так получается мадам вы же первое закона нарушается вы же мне звоните вот если бы я вам позвонил понимаете то тогда уже я не представлю что там мои мои проблемы тут вы мне позвонили начали вещать что у какого-то перепелкина дмитрия евгеньевича есть там определенная проблема по кредиту что вы там собираетесь подавать в суд и так далее а вы уверены что вы сейчас общаетесь и нас перепелкина дмитрием евгеньевичем а может быть он вчера был в клубе набухался за телефон на барной стойке забыл вот сейчас в барном общаетесь а давайте теперь вот сейчас логически подумайте и вот буквально пару минут назад ой секунд что вы сказали вы называли свою фамилию я вам фамилию не называла при том что за все 13 минут сейчас которые шли фамилию данного человека я не называла вы сами сейчас ее называли соответственно вы знаете да конечно знаю только понимаете если мы говорим именно о нарушениях закона да вы мне отвечали договор же вот когда гостарственного товарища но человек даже личный данный соответственно с договором он согласился вы назвали себя оператором соответственно с законом вы согласились почему вы его нарушает как это не нарушили по делу мы с вами не разговаривали стоп подождите вы уже сообщили что у дмитрия евгеньевича есть кредитные непокрытые обязательства это уже даже без суммы долга без названия банка это уже раскрытие финансовой информации о благосостоянии человека что вы говорите сумма я вам назвала ваша вот я и говорю что вообще я только могу нарушить то что я называла сумму долга я сумму долга не лето кредитные обязательства соответственно если они у вас их не имеется он бы так и человек сказал что его нет и разговор закончен дмитрий евгеньевич всего доброго я не вижу больших слов с вами разговаривать да ладно давайте еще поговорим на хорошую тему философствовать будете судебными приставами девушка идите вы из коллекторов вот честно лучше сын пидор чем дочь коллектор хорошо я вас услышала вы меня тоже всего доброго но давайте до свидания